Я всех приветствую сегодня. Меня зовут Романова Елена, я являюсь руководителем отдела маркетинга группы компании Кандагар. И сегодня я рада вас всех приветствовать из Крыма. Я живу в городе Севастополе, здесь же находится главный офис компании Кандагар, туроператорской. И сегодня мы с вами будем говорить про экскурсионное обслуживание по Крыму. У нас за окном настоящая крымская зима. Еще раз всем здравствуйте. И хочу начать сегодня с того, что Крымский полуостров на сегодня готовится, несмотря ни на что, к приему новогодних программ, к приему новогодних заездов. Сегодня мы об этом поговорим. И кратко хочу проговорить, о чем сегодня будем с вами беседовать. Конечно же, самая главная наша цель это сделать анонс новогодних программ и рождественских, вернее уже то, что у нас осталось. Безусловно, мы сегодня с вами будем говорить про Крымскую кругосветку. Это сборная программа, это сборная линейка, которая является авторской для группы компании Кандагар. Начнем мы с вами с итогов этого года. Я расскажу, какие были у нас надежды, какие из них воплотились, что не получилось делать. Поговорим про цифры этого года. Конечно же, будем беседовать с вами про ограничения, которые есть сегодня в Крыму и в Севастополе, как отдельном субъекте Российской Федерации. Обязательно поговорим про раннее бронирование на сезон 2020, о том, как можно получить повышенную комиссию 15%. Это может сделать каждый из вас, любое агентство может получить такую комиссию. Поговорим о том, как сделать туриста в туре Крымская кругосветка счастливым и сделать так, чтобы он к вам еще раз вернулся, чтобы у нас не было конфликтов и не было сложных ситуаций. Отдельно сегодня прям блог выделили с нашими коллегами из экскурсионного отдела, потому что были проблемы. И эти проблемы можно решить. Мы обязательно с вами об этом поговорим. И, конечно же, сегодня у нас будет очень хороший, очень интересный человек. Это наш гость Стас Нагорный. Он директор парка «Живой истории Федюхины высоты». Скажите, кто-то из вас слышал про этот парк, который открылся в Севастополе буквально не так давно? Напишите, пожалуйста, есть ли те, кто о нем слышал. Ну, тем, кто не знает, я сделаю такую небольшую заманушку. Я думаю, что многие из вас смотрели сериал, очень популярный, один из топовых сериалов американских. Это «Мир дикого запада». У нас, конечно, не мир дикого запада и нету таких кровавых разных ситуаций. Но суть в том, что мы, как люди, уже очень много чего видели. Нас мало чем можно удивить. И нам очень хочется какого-то очень яркого интерактива почувствовать, осознать, изменить локацию не только в том, как вы наблюдаете за тем, что происходит, но и как вы участвуете. И вот Федюхины высоты, на мой взгляд, это один из тех парков, где можно прочувствовать, что происходило достаточно давно, уже 150 лет назад была крымская кампания. Парк связан, прежде всего, безусловно, с историей крымской кампании 1854-1855 года. И вот как раз об этом вам расскажет Стас Нагорный, который знает все нюансы того, как в парке воссоздавались условия проживания, ведения боевых действий, какого размера ядра. И поверьте, несмотря на то, что мы все-таки большая часть аудитории туристической – это женщины, даже нам, даже нам будет интересно. Помимо этого, в парке есть волшебное место – это реконструкция геноидской деревни средних веков. Если вы не знаете, что эта реконструкция – полностью воссозданное место, вам в голову не придет, что оно там не стояло. Плюс еще большой, что локации парка достаточно далеко находятся от населенных пунктов, и в некоторых местах вы даже можете не видеть, что есть цивилизация вокруг вас. Поэтому парк уникальный, я уверена, что рассказ Стаса вам будет очень интересен. Ну что, друзья, приветствую всех, как к нам присоединяются, двигаемся дальше. И еще два момента. Презентацию мою из Стаса вы сможете получить после нашего эфира. И эфир, как обычно, будет записан и размещен на сайте Profit Travel и на сайте Кандагар. Буквально кратенько расскажу о компании. Я уверена, что все из вас, кто присутствует сегодня на вебинаре, знают группу компании «Кандагар». Но, тем не менее, для тех, кто не знает, кратко о ней расскажу. Уже 27 лет, вот 17 ноября мы отмечали день рождения компании. Мы находимся на рынке. У нас есть несколько офисов в Российской Федерации. Главное офис находится в Крыму. И поэтому, безусловно, Крымский регион является для нас одним из главных и основных туристических продуктов. Мы давно успешно здесь работаем. И на сегодня группа компании «Кандагар» является лидером по приему многодневных экскурсионных программ, сборников «Крымская Куркосредка». На сегодня их больше 8 линеек круглогодичных. И еще дополнительно мы ставим 6 линеек, которые на Новый год и Рождество. Поэтому по такому количеству заездов, которые мы делаем в течение года, по длительности, а длительность у нас с ноября по ноябрь, плюс еще новогодние рождественские праздники, я думаю, что ни один оператор с таким количеством заездов не может с нами сравниться. Поэтому это объективные данные, которые опираются на количество заездов и на количество туристов, которые мы принимаем по этим программам. Мы очень активно ведем активную общественную жизнь, являемся членом Российского Союза Туриндустрии. Ну и примерно около 80 человек работают у нас в офисе в Севастополе, в Москве, в Санкт-Петербурге и в Ростове. Вот такие данные по компании. Хочу напомнить, прежде чем мы перейдем к основному нашему сегодняшней, к основной теме экскурсионный тур, о том, что у нас до 25 декабря действует акция «Новичок». Ну, мы когда называли акцию в начале года, мы, конечно, не знали, что будут происходить такие события летом и с некоторыми политиками, скажем так, но уже как назвали, так назвали, не стали уже на переправе менять коней, несмотря на то, что выглядит и звучит немножко странно, но тем не менее. Если вы начали сотрудничать с нами в этом сезоне, то есть не было у вас договора в 2019 году или в 2018 году, абсолютно новая компания, которая заключила с нами договор, то вы можете рассчитывать на то, что у вас есть возможность принять участие в акции «Новичок», выиграть путевку в четырехзвездочный отель «Валушки», прекрасное совершенно место, «Ривьера, Санрайт, Резорт и СПА». Что нужно сделать? Нужно продать больше, чем все остальные компании, которые находятся с вами в одних и тех же условиях, то есть все компании должны быть новые. Рейтинг сейчас обещен у нас на сайте в разделе «По агентам». Пункт называется «Акция «Новичок». Там есть обновляемые еженедельно данные по продажам и рейтинг тех компаний, которые на сегодня являются лидерами. Ситуация обновляется каждую неделю, поэтому до 25 декабря у вас есть возможность еще повысить продажи, продать и в том числе и летние заезды, и весенние, и зимние, и новогодние в том числе. Поэтому шансы есть у всех. Обратите внимание, что мы будем разыгрывать не только путевки, но и прекрасные наборы крымской косметики с волшебными совершенно средствами. которые мы будем делать после 25 декабря. Следите за нашими рассылками и принимайте участие. Еще один момент – это расширение канала в связи с нашими партнерами. Мы, конечно, понимаем, что рассылка на сегодня все еще актуальна, но многие партнеры уходят в социальные сети, им удобнее черпать информацию там. Поэтому для наших партнеров мы создали закрытые группы ВКонтакте, Фейсбуке, кому где удобнее для того, чтобы сообщать вам закрытую информацию, которая касается акций, которая касается таких моментов, да, как вебинары, рекламные туры. И туда же мы выкладываем баннеры без логотипов компании Кандагар. Например, про те же самые кругосветки с коротким текстом, опять же, без ссылок на наш сайт, для того, чтобы вы могли очень быстро транслировать эту информацию дальше вашим партнерам. На сегодня многие агентства, и мне кажется, уже большинство агентств, по крайней мере, с кем мы общаемся, имеют свои страницы в социальных сетях. У кого-то даже может сайта не быть, а вот страницы в социальных сетях, ВКонтакте, Фейсбуке и, конечно же, Инстаграм, это все используется, это все работает, и поэтому нужен контент. Несмотря на то, что контент несложный, все равно время на то, чтобы его собрать, найти хорошую фотографию, сделать какой-то клип и подобрать текст, на это нужно время. Мы вам в этом вопросе помогаем по нашему продукту, мы не вставляем логотипы, мы пишем тексты для вас, то есть все, что вам нужно, это только скопировать на своей странице наши конкретные предложения. Вот, поэтому подключайтесь, сейчас вот Евгения вышит вам ссылочки на добавление в закрытые группы, мы проверяем, являетесь ли вы членом, работником сферы туризма, и-то потом добавляем вас после вашего запроса. Так, ну и еще один момент, я напоминаю о том, что наши туры можно легко и быстро разместить на вашем сайте по технологии iFrame. Вы можете достаточно быстро это сделать, буквально там пару минут, выбрать тот район, тот регион, тот курорт и то направление по отдыху, которое вам нужно. Ну, например, сегодня мы говорим про крымскую кругосветку, и вы можете отобрать на сервисе по iFrame крымскую кругосветку, сформировать код, разместить его на страницах вашего сайта, допустим, там, где вы хотите разместить информацию о кругосветке, и это займет у вас не более двух минут. Информация об этом сервисе есть в личном кабинете, безусловно, нужен договор, нужна регистрация, но в основном все готовятся заранее, и уже у многих есть договор. Кстати, по поводу договора на 2021 год, у компаний, у которых был заключен договор в 2020 году, он будет пролонгирован, вам не нужно ничего дополнительно делать, а вот компании, которые заключали договор в 2019 году, нужно будет его обновить. Немножко ближе к концу года будем размещать его на сайте, и, конечно же, тоже сделаем опровещение. Так, ну и акция раннего бронирования у нас запущена по отельной базе, будет она действовать немножко дольше, чем акция по раннему бронированию по экскурсионке. До конца марта вы можете забронировать туры и получить специальную комиссию, либо специальную цену. Некоторые отели, которые мы выставляем в эту акцию, имеют специальные условия, но в основном большая часть условий представлены сейчас у вас на слайде. Мы практически по всему своему продукту ввели данные по оплате по следующей схеме. 20% необходимо оплатить в течение 5 дней после подтверждения заказа и выставления счета. Вот, а дальше вы уже смотрите по ситуации, и если все в порядке, за 14 дней до заезда турист должен оплатить полностью остаток суммы. Понятно, что в эпоху пандемии туристы боятся оплатить, туристы переживают, будут ли им возвращаться деньги, поэтому мы возвращаем предоплату при аннуляции тура, который был оплатен, в течение 5 рабочих дней. В плюс, обратите внимание, у нас много новых объектов в этом году по Крыму. Это и санатории из Узбекистана, и Беларусь. То есть те объекты, которые практически никогда эксклюзивные не продавались на российском рынке в связи с тем, что они принадлежат, как правило, некоторые из них принадлежат другим государствам. Мы там отдыхали, допустим, тоже в Узбекистане граждане из Узбекистана. В связи с пандемией, с тем, что границы достаточно сложно пересекаемы сейчас, есть в продаже такие уникальные санатории и объекты размещения, поэтому в нашем сайте они есть, в новинках можете на них посмотреть и ознакомиться. Так, ну и еще один момент, это, конечно, прошу прощения, вот, это, конечно же, ограничения, сейчас о них чуть-чуть позже поговорим, но помните, пожалуйста, о том, что, конечно же, туристы должны быть осторожны, должны появлять бдительность и относиться серьезно к своей безопасности при отдыхе, при дороге на курорте и про справки сейчас по ним тоже поговорим. Ну и итоги сезона по экскурсионным турам. Я хочу специально на них остановиться, потому что они важны в том, как вы будете относиться к продукту Крымская Кругосветка, потому что, понимая, что на нем можно заработать, я думаю, всегда будет больше стимула и мотивации его продавать. Ну, по итогу 2019 года, который был у нас, в принципе, очень неплох, по направлению экскурсионной туры в Крым, мы, конечно, очень много усилий приложили для того, чтобы улучшить, разработать, сделать больше заездов в начале 2020 года. И честно скажу, что те, кто помнит наши вебинары февральские, которые мы тоже на Profit Travel проводили, у нас по экскурсионным турам в Крым сборникам Крымская Кругосветка были результаты роста продаж в сравнении с 2019 годом больше, чем на 100%. То есть это был прекрасный большой рост. Связано это было, конечно, большей частью с тем, что открывалась ЖД-перевозка. В конце 2019 года открылось ЖД-сообщение с Крымом и Севастополем, поставлены были поезда, на весну 2020 года планировался запуск еще определенной серии поездов, поэтому это был очень большой и важный фактор, так как все-таки ЖД-перевозка ожидалась несколько дешевле, чем авиасообщение, и это должно было расширить и рамки сезона, и количество туристов, которые ехали непосредственно по нашему направлению Крым, по экскурсионным турам. Но пандемия внесла свои коррективы, и, конечно же, как и все другие компании, с первого, ну, с начала апреля фактически, последний наш заезд по экскурсионке был 28 марта, нам пришлось их сократить. В течение трех месяцев и даже некоторые июльские заезды нам пришлось отменять, к сожалению, мы не работали и не вели никакую деятельность. И это, безусловно, сказалось на объеме продаж. Но, несмотря на этот сезон, все-таки состоялся в Крыму, сезон и в Краснодарском крае, конечно, был очень активным. И, несмотря на все эти сложности, по экскурсионным турам в Крым мы выросли, и вот на экране вы видите цифру практически на 25% в сравнении с прошлым годом. Здесь есть несколько моментов. Большая часть роста была как раз по турам Крымская кругосветка. Вы знаете, что мы даем программу не только сборной, но и групповой, то есть мы делаем под запрос любому количеству гостей. Так вот, по групповым турам у нас все-таки за сезон 2020 года был спад, а вот как раз по экскурсионке по сборникам был у нас подъем. И был такой хороший рост, что он компенсировал этот спад по групповым программам. Поэтому Крымская кругосветка – это то, на чем действительно можно зарабатывать, учитывая, что ситуация с коронавирусом, с вот этой пандемией, ограничениями, скорее всего глобально не изменится в течение следующего полгода, до лета, то с большой вероятностью туры Крымская кругосветка все-таки будут тем, что можно продавать и на чем можно зарабатывать. И сегодня об этом мы чуть-чуть попозже поговорим. Больше всего и самый популярный тур среди наших программ – это Гранд Тур. Это самая большая программа по длительности 7 ночей, 8 дней. Это практически весь Крым, кроме Евпатории и Западного побережья, и Севастополь, и Южный берег, и Ковосток, и Керчь, что немаловажно. И, кстати, этот регион тоже очень популярен и востребован. И по Гранд Туру был самый большой рост, то есть мы выросли по деньгам практически на 80% в сравнении с 2019 годом. На сегодня у нас 8 круглогодичных программ по Крымской кругосветке, и 7 программ, которые запускаются только на Новый год и Рождество. То есть это праздничные программы. Скажите, пожалуйста, кто-то продавал наши кругосветки, хотя бы одну в сезоне 2020 года? Были такие коллеги? Поставьте плюсы, чтобы мы знали, что есть коллеги, которые продают Крымскую кругосветку. Вот Ирина – самый активный слушатель у нас. Добрый день всем, кто присоединяется. Ставьте плюсы. Мне будет приятно видеть, что все-таки те, кто нас слушает, имеют опыт продаж. И такие моменты, которые, безусловно, стали итогом и таким моментом, которые мы прочувствовали, это проблемы, которые были связаны как раз с 2020 годом с продажами. Первое, конечно, я думаю, что вы тоже, наверное, в каких-то моментах смогли это прочувствовать, это большая нагрузка на отели, в связи с тем, что курортов мало, всего лишь два морских курорта в Российской Федерации. Границы практически все были закрыты долгое время. И, конечно, напор на эти курорты был огромный. Несмотря на то, что мы всегда бронируем заранее, выкупаем блоки мед для наших кругосветок, были ситуации, когда отели по собственной вине не смогли разместить какие-то наши единичные группы. Конечно, это было. Но, опять же, все, что мы предоставляем и гарантируем, мы всегда предоставляем и решаем. Но были еще моменты, которые были связаны, допустим, с той же загрузкой музеев и мест интересов. Очень было много у нас таких отзывов не очень приятных по горе и Пьетре почему-то. Это достопримечательность, которая стала чем-то очень-очень важным. Люди очень хотели туда попасть, посмотреть. И я к чему веду? К тому, что основная проблема, это было не то, что у нас были перепродажи какие-то в отелях или высокая загрузка музеев. Самая большая проблема, это была проблема о том, что туристы были плохо информированы. Плохо информированы по тем пунктам, которые мы обязаны и должны были обязательно дать им в инфолисте. Поэтому инфолисты – это та информация, которую мы рассылаем за неделю до начала туров. И это та информация, на которую я хочу обратить ваше пристальное внимание, которую обязательно нужно доводить до туристов. Очень много туристов, которые были расстроены какими-либо программами, изменениями в программе, были как раз те туристы, у которых этих инфолистов не было. Поэтому очень вас прошу эту информацию до туристов доводить. Все инфолисты мы размещаем. В инфолистах есть информация о проживании, об изменении в программах в рамках того объема, который мы обещаем предоставить. И когда турист приезжает в тур, понимая, что уже были какие-то изменения, например, он морально к этому готов. Это убирает те конфликтные ситуации, которые, к сожалению, иногда случаются. И несмотря на то, что мы всеми силами пытаемся как-то сгладить конфликты, у нас великолепные гиды, великолепные экскурсоводы, которые ведут психологическую работу с нашими туристами. Но это все равно откладывает негативный момент, и мы получаем негативные отзывы, туристы не так довольны, как могли быть. И все из-за того, что наша цепочка информирования не сработала. Еще один важный момент – это телефоны туристов, их контактные данные по прибытию в аэропорт или на ЖД вокзал. Но, пожалуйста, помните, что эта информация нужна не нам лично, она нужна нам для того, чтобы туристов встретить, чтобы туристов быстро поймать в тех местах, где мы их собираем. И не тратить время на то, чтобы собирать всю эту полностью группу. Это всегда приводит к тому, что есть какие-то сложности, если у нас нет телефона туристов. Я понимаю, что агентства боятся по каким-то причинам давать контакты. Но контакты мы собираем уже ближе к заезду. И единственная причина, по которой я вижу, что не хотят агентства давать контакты туристов, это то, что мы как туроператоры можем их переманить. Но, друзья, у вас уже на момент печати инфолиста тур фактически оплачет. Ну, из-за исключения каких-то там поздних совсем бронирований. И что-то менять, ну, вы поймите, что это огромная работа – работать с туристом. Мы это прекрасно понимаем, сколько времени вы тратите. Поэтому переманивать таким образом с туристом у нас просто нет никакого смысла, времени и сил, чисто человеческих, чтобы это сделать. Поэтому то, что вы гарантируете, высылаете нам контакт туристов, переживаете, что мы его украдем, делайте это ближе к заезду. Ну, пожалуйста, давайте контактные данные туристов и сообщайте контактный телефон нашего гида, который встречает. Не стирайте его из инфолистов, не затирайте его в ваучерах. Это очень важная информация. Турист, приезжая, может приехать без телефона, но у него в распечатке есть какой-то контакт. Как найти этого нашего гида в большом аэропорту или на ЖД-вокзале? Это связь, это безопасность туриста, и это, конечно же, опять же, его эмоции, когда все пошло в плану или все пошло не совсем так, как мы рассчитывали. Так, ну и поговорим про новогодние заезды. На Новый год у нас, как я уже сказала, 7 программ. От 12.900 начинается цена. Хочу сказать, что по трем программам. Это Крымская кругосветка на Новый год, Крымская кругосветка на Рождество и Праздничный Крым. У нас практически уже не осталось мест, их очень мало. Но, тем не менее, места есть еще по другим турам. На экране вы видите длительность от 3 до 5 ночей. У нас есть как заезды 29 и 31 декабря, так и 3 и 4. И здесь сразу проговариваю очень важные моменты по приему в Крыму. Не только в Крыму, в Краснодарском крае практически такие же действуют правила. Но сейчас говорим конкретно про отели Крыма и про наши экскурсионные туры. На сегодня, согласно законодательству... Нет, это не за одну ночь, это стоимость за тур. Конечно же, не за одну ночь. По законодательству, который сейчас действует на территории Крыма и на территории Севастополя, есть несколько, некоторые разграничения. То есть в Севастопольском регионе более жесткие меры по тому, как мы можем принимать, обслуживать туристов. Но, тем не менее, несмотря на эту разницу, обязательно при заезде туристы должны предоставить нам один из двух документов. Все эти документы в каждом отеле Крыма мы обязательно прописываем. Бывают нюансы, но самый минимальный набор обязательно это справка о обследовании туриста на COVID методом ПЦР, либо это справка по выявлению антител, либо то, либо другое можно предоставлять. Справка должна быть выдана не ранее, чем 5 дней до заезда. Обращаю на это ваше внимание. Некоторые отели Крыма требуют такой документ, плюс на въезде, но такие, конечно, уровнем повыше, как Мрия Резорт, они делают еще экспресс-тесты. Но это уже отдельная история. Также наличие справки о ПЦР, либо тест на антитела является минимальным условием заезда. Касательно наших экскурсионных пошуток, которые будут заезжать на Новый год и Рождество, мы, встречая в аэропорту и на ЖД вокзале до посадки в автобус, будем просить показывать эту справку. Связано это с тем, с безопасностью. Наши гости будут ехать в автобусе уже вместе. И, соответственно, размещение будет происходить немножко позже. Поэтому, пожалуйста, предупреждайте. Под роспись мы разослали всем участникам вот такое вот письмо, где подробно расписали все эти нормативы. И подробно просим прям под роспись отдавать вашему туристу о том, что он ознакомлен и он в курсе. Потому что, если вы понимаете, это новогодние рождественские праздники, туристы приезжают и не показывают эту справку, нам придется отказать в экскурсионном обслуживании. То же самое происходит с отелями. Я хочу обратить ваше внимание, что отели достаточно жестко относятся к этому законодательству. И это не справка, как раньше можно было в санаторий заехать и сказать, я тут поживу, можно меня не лечить. То есть, это очень жесткие требования. И никто из отелей, из персонала не будет рисковать. Потому что очень высокие штрафы, очень большое наказание. Поэтому, пожалуйста, предупреждайте туристов. Не оставляйте это как само собой разумеющееся, что туристы взрослые люди. Они должны сами догадаться. Прямо 4 раза им скажите, что вас не поселят, вам не окажут услуги. И, собственно, что они будут делать здесь, в Крыму. Так, срок ставки за 5 суток до заезда. То есть, если, допустим, у туристов у вас заезжают 29 декабря, то минус 5 суток, справка у них должна быть 24... То есть, не раньше, чем 24 декабря выдана. Теперь, документы про заезды. Теперь немножко про Севастополь поговорим. Потому что он у нас является таким отдельным регионом. А, давайте посмотрим на программы. На экране вы видите все наши 6 программ, которые представлены на Новый год и Рождество. Вы видите, что есть разные даты заезда. Вы видите стоимость разную. Вот были вопросы 12 900. Нет, 12 900 – это стоимость за 3 ночи. То есть, сюда включено размещение, экскурсионное, транспортное обслуживание. Какие-то программы, безусловно, идут факультативно. Но это праздничные даты. И, конечно, гости хотят и в рестораны какие-то сходить самостоятельно. И что-то по своей программе посетить. Но есть и активные достаточно туры. За 4 ночи можно достаточно много чего посмотреть в Крыму. Поэтому эти программы сейчас доступны к бронированию. Но, как я сказала, уже по крымским кругосветкам на Новый год и Рождество места уже очень мало. И праздничный Крым тоже практически у нас загружен. Так, вот на справке сейчас ответит моя коллега. Я не буду отвлекаться. Вы можете прям копировать ее информацию и передавать туристам. Письмо, которое мы рассылаем, оно сейчас было отправлено всем, кто бронировал и всем, кто работает. Но мы понимаем, что уже идут продажи в настоящий момент. Поэтому, пожалуйста, помните, что обязательно нужно туристов предупредить. И по праздничным датам Севастополя. Наши... Сейчас я верну экран. Все программы, которые мы ставим на Новый год и Рождество, практически, видите, что везде есть Севастополь. Конечно же, Севастополь город, который в межсезонье обязательно нужно посетить. Здесь хорошо. У нас, несмотря на то, что снег бывает очень редко, все равно приятно, красиво, елки, иллюминация. Город становится все красивее и красивее. В этом году отреконструирована одна из главных улиц. Большая морская, она вся у нас очень красивая. Ну и вообще, наверное, это тоже для жителей средней полосы, северных регионов России. Приятно приехать в город, где на Новый год может быть 12 градусов тепла. Зеленые листики на вечно зеленых растениях. Ну и вообще так хорошо и море. И море пахнет. Но в Севастополе, как я уже говорила, более жесткие ограничения по приему. И согласно закону губернатора, было на новогодние праздники запрещено экскурсионное обслуживание. Тем не менее, так как у нас все равно гости размещаются в гостиницах, размещение в гостиницах не запрещено, но нельзя возить группы, скажем так, водить их на экскурсии, как это было раньше. И в Крыму сейчас нету таких жестких ограничений по экскурсионному обслуживанию. Плюс в Севастополе закрыты места интересов, музеи, которые, собственно, мы вставляли в программу. Мы подумали, как можно избежать. Гости живут у нас там какое-то время. Поэтому мы поменяли программу с сохранением общего объема услуг. И те экскурсионные пункты, такие как, например, обзорная экскурсия по Севастополю и обзорная экскурсия по Балаклаве, где обычно мы высаживаем в городе нашу группу из автобуса. Они гуляют, и какую-то часть автобусной экскурсии продолжается. Мы решили, что мы, чтобы все равно показать этот город и не заменять его все-таки на крымские экскурсии, мы сделаем автобусную обзорную экскурсию. И далее дадим свободное время для того, чтобы те объекты, которые наши гости увидели из автобуса, они смогли более детально рассмотреть, погулять самостоятельно, попить кофе на набережной. То есть неторопливо, как обычно мы это делаем. Может быть, будет несколько другая форма, но тот объем, который есть, он останется. Ну и Балаклавы, это, наверное, тот регион, где туристы обычно просят им давать меньше экскурсионного обслуживания, но больше свободного времени, потому что как раз там можно будет погулять. Туристы смогут самостоятельно покататься на катерочках, которые есть внутри бухты. То есть фактически полный объем услуг останется. Ну и тот единственный музей, который в Севастополе запланирован, но мы не сможем, к сожалению, по закону его предоставить, мы перенесем на южный берег Крыма. Думаю, что это будет вполне достойной заменой, и гости из Севастополя посмотрят, смогут отдохнуть, увидеть его, прочувствовать и не потерять в общем объеме экскурсионного обслуживания по ТУБу. Так, и едем дальше. Это то, что касается новогодних программ. Давайте с вами подумаем, уже посмотрим на ту линейку, которую мы запланировали на следующий сезон. Я сегодня не буду прям подробно рассказывать каждую программу, потому что я уверена, что среди наших слушателей практически все из вас с Крымом так или иначе знакомы. Уже и за 16-й год, и за 20-й год ознакомились. И моя задача больше дать вам общей информации, какой-то больше сравнительной части, что лучше, что больше подходит одним туристам, что больше подходит другим туристам, как это продать. Поэтому больше такой обобщенной информации, чтобы у вас остались данные как раз по тому, как быстро и что кому предлагать. Посмотрите, пожалуйста, на слайд. Крымская кругосветка, еще раз напомню, это 7 программ, которые мы планируем на следующий год. Мы начинаем с марта и заканчиваем в ноябре на ноябрьские праздники. То есть в течение всего этого года у нас есть выезды. Конечно, большая часть выездов у нас происходит летом. Но уже с мая у нас начинается более частая периодичность заездов. И в сезон от 4 до 7 заездов в неделю по разным программам у нас есть. Поэтому любому туристу практически можно предложить в любой практически период времени заезды по программе Крымская кругосветка. Так, и давайте посмотрим опять же на карту наших туров. Это даже не карта, это табличка. Не пугайтесь, что здесь так много букв. Мы сейчас с вами пробежимся, и вы поймете, на каком туре нужно делать акцент. Еще раз, все туры нашей кругосветки кольцевые. Мы начинаем тур в Симферополе и привозим в конце программы туристов в Симферополь. С учетом открытия ЖД-сообщения с 2020 года мы встречаем и провожаем как на ЖД-вокзале, так и в аэропорту. Открытие Тавриды, трассы, я думаю, что уже многие даже катались по ней. Безусловно, дает нам больше преимуществ, меньше времени мы тратим на дорогу. Сейчас полностью функционирует кусок от Керчи до Симферополя. Еще достраивается инфраструктура, но фактически две полосы в одну сторону, две полосы в другую сторону работают. И достраивается к концу следующего года, будет готова трасса до Севастополя. Сегодня практически полностью, ну процентов, наверное, на 80 этот участок тоже готов. Добраться там из Севастополя в Симферополь можно, кто-то за полчаса ночью доезжает, но это, конечно, так несколько быстро. А так, в принципе, час-час десять можно добраться между двумя городами. Поэтому это для наших программ, конечно, большой плюс. Мы меньше времени тратим на дорогу и больше времени туристам остается либо как свободное, либо мы даем время на экскурсионных объектах. Давайте посмотрим на программу. Вы видите все программы, которые выставлены у нас в порядке убывания длительности. На верху стоит самая популярная программа. Мы сегодня о ней с вами говорили, которая у нас выросла на 27% по количеству туристов и на 80% по деньгам просто за сравнение с прошлым годом. И я уверена, что в следующем году будет очень хороший тоже результат по ней. Мы сейчас посмотрим по ней чуть позже карту. Но сейчас просто запомните, что это самый длинный маршрут. Плюс в этом маршруте есть Керчь. Так как расстояния все-таки достаточно большие в Крыму, то этот маршрут по длительности у нас получается почти 600 километров. То есть гости за весь маршрут, за 7 ночей 8 дней проезжают практически 600 километров. Это немало. Здесь мы посещаем с вами и Казантий, что тоже это восточное побережье Азовского моря. А Крым, вы помните, обмывается не только черным, но и Азовским морем. И эти рельефы, и этот сам бывший вулкан, он тоже очень интересен, очень отличается от южного берега. Здесь мы с вами заезжаем в Коктепель-Феодосию. Весь южный берег проезжаем. Смотрим Ялту, смотрим небольшие городочки на южном берегу Крыма. Обязательно, конечно, посещение Севастополя-Балаклавы. И Бахчисарай, как столица крымского ханства. Такой финал красивой нашей программы Гран-Тур. Стоимость на сегодня, с учетом акции раннего бронирования, 26 900 рублей. На следующий сезон, говоря о ценах, я хочу сделать акцент, что цены мы не поднимаем. Вернее, мы цены поднимаем совсем немножко. И про изменения в программе чуть-чуть позже поговорю. Давайте посмотрим еще на те программы, которые остались. Те, кто хорошо знает наши программы, сразу увидят, что нет в них двух наших туров, которые были последние, наверное, несколько лет. Это Крымские приключения были активной программой. И Крымский уикенд. Крымский уикенд, по сути, это был такой же праздничный Крым, как вы видите внизу. Но он был не под праздничной датой, а просто под обыкновенной датой, которую мы ставили в течение года. Но вот эти две программы, мы посмотрели по эффективности, по желанию туристов их посещать, были, ну, уже, скажем так, не очень интересны. Не могу сказать, почему активный тур стал не таким популярным. Но, вероятно, это связано с тем, что все-таки, выбирая наши программы, гости хотят достаточно комфортный, неторопливый такой вот отдых. Хотя, сейчас мы с вами поговорим, это тоже не совсем правильно так говорить. Но, тем не менее, именно активные программы, где было больше, скажем так, походов на природных местопримечательностей, именно где гости ходили, были не очень популярны. Поэтому мы в этом сезоне их пока убираем из нашей программы. Ну, и добавили мы такой тур, называется он «Вкус Крыма». Он у нас уже стоял как групповые программы, но сейчас мы переделали его наполнение. Он связан больше с такой виногастрономической тематикой. И у него очень интересная цена. 21 900 для программы, которая включает посещение многих винзаводов, самых популярных в Крыму. Конечно, это очень хорошая стоимость. Давайте вернемся к длинным турам. Еще один тур, звездный тур по Крыму. Он у нас интересен тем, что размещение тоже, много размещений в Севастополе. По длительности он очень похож на звездный, но несколько другая программа. И немножко он дешевле. Гранд тур. Здесь мы прям много чего поменяли. И вот гостям, которые хотят посмотреть природные достопримечательности, но при этом не активно, скажем так, их смотреть из окна автобуса, либо просто наслаждаясь, ходя по ровным рельефам, это как раз та программа, на которую стоит обратить внимание. Мы ее глобально переработали в этом сезоне. И она у нас такая прям с Крымским заповедником, с посещением Байдарской долины рядом с Севастополем. Она очень интересная. Две программы Крымская кругосветка и Крымская кругосветка 2, которые тоже популярны. Обратите внимание, у них разные маршруты. И, соответственно, здесь тоже мы пытались все наши программы сделать такими, чтобы они минимально пересекались. Так, чтобы гость, посещая одну программу Крымской кругосветки, мог без проблем посетить в следующем году другую, так, чтобы не пересекались те объекты, которые он уже видел. Вот, поэтому самая короткая программа – это праздничный Крым. Эти даты приурочены, вы видите, к праздничным датам. Это маленькие праздники, День Победы, День России и День Народного Единства в ноябре. Конечно же, в Севастополе размещение происходит по этому маршруту. И особенно на 9 мая, конечно, в Севастополе самое массовое в Крыму празднование этого замечательного праздника. Так, и если мы говорим про цену, соответственно, самый дорогой тур будет 26900 – это Гранд Тур. Но, соответственно, у него и длительность большая. Самый недорогой, практически такой тур выходного дня – это праздничный Крым. Перелистываю на карту. Посмотрите, пожалуйста, это карта звездного тура. Тот, который, прошу прощения, карта Гранд Тура. Тот, где туристы проезжают практически 600 километров. По километражу достаточно большие расстояния. То есть мы встречаем в первый день в Симферополе и везем через Белогорск, конечно же, по Тавридине, тем не менее, до Керчи ехать практически, ну, если без остановок, около 4,5-5 часов. Достаточно далеко. Но, тем не менее, за все это время туристы не сидят в тишине, не слушают музыку, а получают очень квалифицированный рассказ наших гидов, наших экскурсоводов. О том, что они видят вокруг, о том культурном пласте, природном пласте, который есть у нас здесь в Крыму. Соответственно, это очень полноценная экскурсия, ну, обзорная, автобусная, скажем так, назовем ее так. И в течение побережья, и Судак, и Алушта, это все есть в нашей программе по гран-туру. Соответственно, те туры, которые более короткие, они, конечно же, где-то пересекаются, но мы даже на одном и том же маршруте стараемся оставлять разные достопримечательности, винные заводы, места интересов, парки, для того, чтобы гости, проезжая даже по одному и тому же месту, могли посмотреть разные объекты интереса. Вот, не могу не сказать, конечно, про наших замечательных гидов, и вернусь немножко про Крымскую кругосветку в общем. По программам мы с вами посмотрели, для кого программа. То есть наш тур, Крымская кругосветка, любой из линейки, он просчитан на массового туриста. Вот здесь хочу еще раз делать акцент о том, что массовый турист, он тоже у каждого агентства может ассоциироваться с разным позициям. Если турист, если агент привык отправлять, допустим, вип-туристов, то, конечно же, для него понимание будет несколько иначе. Сегодня я остановлюсь на тех сложностях, которые нужно избегать в продаже тура. Но про нашу целевую аудиторию хочу вам сказать, что примерно 45 плюс большая часть из наших туристов. И в этом году мы ввели ограничения по возрасту. До 80 лет мы принимаем туристов, связанные с тем, что очень много гостей, которые достаточно такого зрелого возраста, но они приезжают в программы, достаточно длинные программы, такой как гран-тур, с переездами, с ночевками в разных отелях, когда взрослому человеку уже даже становится как бы так вот тяжеловато. Поэтому ограничения по возрасту есть. И, конечно же, нужно об этом помнить. Программа рассчитана на, ну, скажем так, средний и экономичный такой вариант размещения, потому что стоимость программы складывается, конечно же, из стоимости экскурсоводов, гостиниц, транспортного обслуживания. И вот здесь как раз-то тот продукт, где турист не сможет по этой же программе проехаться, посмотреть все, что мы показываем, получить такое же экскурсионное обслуживание, заплатить столько же денег. Конечно же, это невозможно, потому что многие услуги разносятся на группу. И наши гиды являются нашей гордостью в этом вопросе. Гиды все очень квалифицированные. У нас все-таки они немножечко постарше. И это дает им возможность не только давать квалифицированный рассказ, и очень интересный, и они прям очень много знают, но и решать конфликтные ситуации. Они опытные, они умеют очень аккуратно, вежливо разруливать конфликты, которые, конечно, порой бывают, как вы знаете, в туризме, случаются. Но, тем не менее, важно не то, что проблема есть, а важно, как быстро мы можем ее решить. Поэтому здесь наша гордость, наши гиды. Безусловно, транспорт тоже важный момент на сегодня. Это, конечно, и кондиционирование. И здесь обращаю ваше внимание, что мы все-таки отдаем предпочтение, особенно в летний период, небольшим транспортным средствам. Особенно, где мы показываем Восточный Крым, особенно, где у нас есть экскурсии по Ялте. Почему? Потому что в Крыму очень, ну, вообще, Крым, когда строился, не предполагали такого количества туристов, такое количество транспорта, который есть сейчас на полуострове. Дороги очень узкие, особенно вот в Ялте, на Востоке, допустим, тот же судак, Новый Свет. Дороги не предполагают, часто это вообще одностороннее движение. И, конечно же, большие автобусы, которые очень хороши, и обзор из них лучший, и комфорт, и всю группу можно в них разместить. Но если это очень большие автобусы, то порой мы на некоторый маршрут их не можем ставить, потому что они либо не проезжают все места, физически не могут проехать, куда необходимо туристов отвезти, либо есть ограничения на въезд в город, допустим, тот же летний период в Ялту. И нам приходится оставлять автобус достаточно далеко от мест интереса, и крестям в летний период приходится идти. Это тоже объективная реальность, здесь мы тоже не можем ничего сделать. А мини-вены, небольшие автобусы, тут более маневренные, они могут проехать дальше, и поэтому здесь очень важно понимать, что комфорт, возможно, в большом автобусе и в каких-то моментах больше, но проходимость и расстояние, сокращение расстояния до мест показа тоже немаловажный момент. И что еще? Это размещение в гостиницах. Обратите внимание, что у нас есть базовые гостиницы, мы заранее не говорим в наших турах, не говорим, в каких гостиницах гости будут жить, а даем эту информацию в инфолистах. То, о чем мы с вами уже сегодня говорили, и эта информация у нас есть практически за неделю до заезда. То есть туристы, заезжая в тур, знают, где они будут жить. Обращаю ваше внимание, что в связи с большим наплывом гостей мы можем размещать одну и ту же группу в разных гостиницах в одном регионе, конечно же, в одном городе, населенном туре, но это могут быть разные отели. И что еще такой момент? Это, конечно, мы не гарантируем, что эти отели будут в море. Многие туристы почему-то, мы не знаем, кстати, откуда они это берут, приезжая, ожидают, что отель будет стоять на первой линии. Это, конечно же, не так. Мы пытаемся искать такие варианты размещения, если они возможны. У нас есть несколько баз размещения, которые находятся рядом с морем, и гости смогут посетить летний период пляж. Но это не гарантия. Поэтому обязательно продавая туристу нужно об этом проинформировать, чтобы у него не сложилось ложное впечатление, что он будет жить в каком-то роскошном отеле на берегу моря. Нет. Все наши отели, отели туристического класса, они полностью отвечают необходимым нормам. Это все удобства, это, безусловно, завтрак. И здесь еще тоже важный момент. Мы не гарантируем шведку в наших турах. Да, случается, что отели предоставляют шведскую линию, но, опять же, мы это даем, скорее, как исключение. В основном это обычный завтрак, либо заказное меню, либо какая-то другая форма. Но в любом случае шведку мы не гарантируем. Поэтому, пожалуйста, туристов об этом тоже нужно обязательно предупреждать. Так, и еще один момент. Это, конечно же, гастрономический элемент. Ни один из наших туров, но помимо «Вкуса Крыма», не является каким-то конкретным винно-гастрономическим туром. Но, как и любой турист, приезжая на курорт или в какую-то другую страну, хочет попробовать страну на вкус. И здесь, конечно, Крым предоставляет большое разнообразие. Это и большое разнообразие вин, коньяков, сыров, местного производства, которые здесь наши сыроделы делают. Это, конечно же, крымско-татарская кухня. Это фрукты, персики, виноград, инжир, которые произрастают здесь. Орехи те же. Поэтому морепродукты, о которых, конечно, я должна сказать, это и мидии, которые производят у нас на фермах. Это и устрицы, которые выращивают, которые практически во всех регионах Крыма можно попробовать. Поэтому разнообразие гастрономическое огромное. И это все можно попробовать в турах нашей крымской кругосветки. В этом сезоне, как раз двигаюсь к изменениям, в этом сезоне мы внесли ряд изменений. Как я уже сказала, мы изменили программы, несколько их заменив. Допустим, вот в том же Гран-туре мы показываем очень уникальное место, Крымский заповедник, который не было еще в наших программах. И мы вводим в Байдарскую долину, показываем Скельскую пещеру. То есть это такие природные достопримечательности, которых раньше не было, и которые теперь можно посмотреть в наших программах. Не было в наших программах. Тогда они, конечно, существовали. А Крымский заповедник, он вообще является уникальным местом, так как он достаточно закрытый. Но те сосны, которые произрастают, это прям мачтовые огромные деревья, они напоминают нам о том, каким был Крым до того, как человек стал его очень активно осваивать, врубать деревья. Представьте себе, кто был, допустим, на Тарханкуте. Сейчас это степная зона. Так вот, раньше там тоже росли такие огромные большие сосны и деревья. И сейчас это очень сложно представить себе и поверить в это. Но тем не менее. И Крымский заповедник является тем местом, который охраняется государством уже несколько сот лет. И это то, как первозданно, собственно, Крым выглядел. Поэтому, конечно, очень интересное место. Туда только закрыты экскурсии, сопровождение. И в наших турах тоже можно его посетить. Вот. И, говоря, возвращаясь к питанию, хочу сказать, что в наших программах изменено питание на 2021 год. Мы убрали все-таки ужины. Хотя очень долго мы не хотели этого делать. Но все-таки решили убрать, потому что гости хотят ужинать самостоятельно. И есть еще такой момент. Ведя к ужину гостей в гостиницу, нам приходится все-таки ограничивать их. Мы не оставляем их на той же набережной. Нам нужно привезти их в отель, чтобы они успели поужинать. Поэтому теперь все-таки мы решили, что гости могут потратить больше своего времени на тот же ужин. Им не нужно торопиться в гостиницу. И все-таки это более для них интересно, чем, скажем так, немножко сэкономить на ужине. Потому что в гостинице, конечно, им было бы поесть дешевле. Но на отдыхе гости готовы тратить деньги. Поэтому здесь такой момент. Идем навстречу нашим туристам. И по двум турам. Крымские приключения, крымский уикенд. В этом сезоне мы их не ставим. Но добавили гастрономическую программу «Вкус Крыма». То есть помните, да? Грам-тур – самая длинная программа. Какая самая короткая программа? Напишите мне, пожалуйста. Кто запомнил? С размещением Севастополя, с посещением праздничных дат. Так, вижу, правильно. Праздничный Крым. Спасибо, коллеги, что следите за моим рассказом. И как раз «Скулс Крыма» – это гастрономическая программа, где можно туристам предлагать именно акцент на виногастрономическую тематику Крыма. Давайте быстренько глянем «Грам-тур» и «Крымскую кругосветку-2» с ее изменениями. Значит, по «Грам-туру»… Удалось загрузить файл. Ага, вот. «Грам-тур-2». То есть мы, обратите внимание, встречаем в Симферополе, едем в Еппаторию. Там у нас очень интересная экскурсия «Малый Юрсалим». Ну, таким очень колоритным, очень колоритным вокруг всем. Вы погружаетесь в Средневековье. Вы пьете этот прекрасный кофе в кофейне «Гизлёв». И вам уже начинают мерещиться люди в костюмах. Вы уже чувствуете не только запах и видите, что вокруг очень красивая архитектура древняя. Ну, и вам начинает казаться, что вы уже там живете, в древнем «Гизлёве». Дальше мы переезжаем с вами в Севастополь. Здесь мы посещаем обзорку, конечно же, Балаклаву, самую такую тоже популярную направление. И по южному берегу туристов мы возвращаем в Симферополе к автобусу, к самолету и к ЖД. Поэтому вот здесь… А, прошу прощения. И два момента. Это, конечно же, посещение Скельской пещеры в Байдарской долине. Это рядышком с Форосской крепостью. Ну, относительно рядышком. Регион горный преграждает гряда, основная гряда Крымских гор. Но, тем не менее, Байдарская долина и Байдарские ворота, они выходят прямо к Форосу. Внизу располагается Форос, и популярное место Форосская крепость. И, конечно же, между Ялтой и Лужной мы завозим тот заповедник, о котором я сегодня уже говорила. И там у нас и беседка ветров, и самая высокая трасса, скажем так, прогулочная, по которой ездили цари, Романовская она называется. Ну, и самая высокая вершина Крыма, Роман-Кош, 1545 метров над уровнем моря. Это все как раз в этой экскурсии крымского заповедника. Вот. Ну, и в Ялту обязательно, конечно же, туристов мы завозим. Вот. И вторая программа, это программа Крымская Кругосветка 2. Здесь мы заменили, тоже про это хочу сказать, заменили Юсуповский дворец на Ливадийский. Несмотря на то, что были туристы, которые хотели его посетить, он, конечно, не предоставляет, ну, такой, скажем, исторической большой ценности и по красоте, и по наполнению, как Ливадийский, но есть гости, которые хотели посетить именно его. Связано это с тем, что дворец принадлежит управлением делам президента, и очень сложно стало с ним работать, поэтому мы решили изначально сразу заменить на более популярный объект, более востребованный. И что еще хорошо, то, что в Ливадийском дворце есть варианты, скажем так, по каким-то экскурсиям, и парк очень красивый, то есть, если гости прям категорично не хотят, они могут им посетить, погулять по парку, да, то есть, такие есть какие-то варианты. Вот, и еще один момент, это то, что в Крымской Кругосветке 2 у нас в программу единственном туре вставлена диорама. Это, она находится на Сапунь-горе, и вот только в этой программе, Крымская Кругосветка 2, гости могут в рамках тура ее посетить. Такие вот у нас отличия. Ну, и вкус Крыма, помните, что это такая относительно новая программа, гастрономическая. Давайте с вами посмотрим на то, почему выгодно продавать экскурсионные туры Крымская Кругосветка. Первое, это высокая доходность, и сейчас я вам расскажу, что нужно сделать, чтобы получить повышенную комиссию 15% по продаже этим туром. Второе, уже разу три пыталась вам проговорить, чтобы вы точно запомнили, это длительный сезон с ноября по март и новогодние рождественские праздники. В течение всего этого времени продукт Крымская Кругосветка доступен для продажи. Вот, у нас практически всегда есть места. Я сегодня сказала, что мы почти продали Новый год и Рождество, но тут у нас несколько такая ситуация, скажем, форс-мажорная. Мы немножко переживаем за загрузку туров, потому что в связи с пандемией гости все-таки очень осторожно сейчас бронируют. Но, тем не менее, мы ожидаем, что будет еще бронирование. Обычно активный пик бронирования у нас начинается по новогодним и рождественским турам. Начинается с 15 декабря. Мы даже смотрели загрузку сайтов. То есть 15-20 число – это те, кто не бронирует заранее, кто хочет запрыгнуть, скажем, в последний вагон. И тоже будет какой-то небольшой пик. Но в связи с пандемией все-таки мы переживаем, поэтому немножко страхуемся. А вообще в течение этого года мест достаточно много. Мы можем легко поменять транспорт, из маленького сделать большой. Поэтому мы очень редко закрываем продажу, только если есть какие-то, допустим, пиковые даты. Обычно это праздничные даты, где у нас просто негде будет туристов размещать. А так проблем с увеличением емкости туров у нас нет. Безусловно, это экскурсионное разнообразие, которое есть в Крыму огромное. И все, что мы показываем в наших программах, это только часть того, что туристы могут посмотреть. Обычно самые популярные объекты, самые знаковые объекты. И, конечно же, в Крыму есть гораздо больше. Поэтому то экскурсионное разнообразие, которое мы даем в программах, мы стараемся и географически несколько делить, и давать разные тематические направленности. Поэтому любой гость может в наших турах найти то, что будет ему интересно. Ну и, конечно, сочетание отдыха на море, особенно это в летний период, когда гости могут очень активно отдохнуть в экскурсионном туре. А это все-таки в каком-то мере и работа, потому что нужно двигаться, нужно ходить. И здесь тоже можно себе сделать приятное. Сначала отдохнуть в экскурсионной программе, а потом отдохнуть недельку, два, три, четыре дня, сколько гости могут себе позволить, на море. И такие пакеты мы можем сделать вам сразу, как туроператор, что тоже очень удобно. Ну и, конечно, для нас с вами, как для агентов, нет никакой конкуренции со стороны системы бронирования, таких как Booking.com и всех остальных, которых мы с вами прекрасно знаем, потому что они не любят продавать экскурсионные туры, им это неудобно, им сложно загружать это в свою систему, так как экскурсионка начинается в определенные даты, и ее продажа отлична от продажи отеля. Поэтому здесь у нас с вами конкурентов в этом плане нет. Если вы хорошо знаете туристов, знаете, что предложить, какие туры подходят туристам, то проблем не будет. И хочу обязательно сейчас поговорить про те вопросы, которые мы собрали за весь наш год 2020-й, и хотим с вами о них поговорить. Безусловно, это справки. О них сказала, но пока мы ожидаем, что, наверное, еще зимой и весной справки будут нужны. Поэтому будьте, пожалуйста, бдительны, предупреждайте туристов, давайте им под роспись вот такие бумаги, можно сформировать их самостоятельно, можно брать наши о том, что они должны привезти с собой справку, и это их ответственность. Обязательно пересылайте туристам инфолисты. Это важно. Туристы заранее будут знать, меняется ли программа, где они будут размещаться, и он будет морально подготовлен к каким-то возможным изменениям. Третье. Обязательно сообщайте нам телефоны туристов, а также место встречи и время прибытия транспорта. Это позволит нам более оперативно встретить и создать туристу комфорт. Это важно. Туристы чувствуют, что они под защитой, что они в безопасности, их настроение улучшается. Мы с вами не сталкиваемся с тем, что мы их ищем. Третье. Это возраст туристов. Будьте, пожалуйста, внимательны, когда вы продаете сложные программы. Гостям, которые уже 60+, вот прям однозначно нужно смотреть. У кого-то есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом. У нас были такие, к сожалению, ситуации, когда приезжали гости, к которым больше 70, и гости попадали в тур, очень активный, например, в гранд-тур. Как ни крути, это все равно не просто автобусная экскурсия. Гостям нужно ходить. Крымский полуостров, он достаточно рельефный. Особенно, если мы говорим про Южный берег, про Лубку, про Лу, что очень много горок, лестниц. И даже если человек занимает активную жизненную позицию, решил приехать к нам в тур, конечно, это очень похвально, но гостям тяжело. И, конечно же, инвалиды к нам приезжают и требуют первый этаж. Мы готовы, если есть возможность, такое предоставить, и делаем все возможное. Но нельзя пускать это на самотек. То есть, если вы видите, что у людей однозначно есть проблемы с ногами, то их нельзя отправлять в очень активные туры. Сомневайтесь, посоветуйтесь нашим экскурсионным отделам и посоветуем, какие туры более спокойные, где не нужно так много ходить. И это очень важно, потому что гости, приезжая в тур, ожидают чего-то одного, а получают другое. И это нехорошо. Нам нужно с вами над этим работать. Лето все хотят на море. Программы очень насыщенные. И в программах, если вы видите, мы нигде не даем время на пляж. Нигде. Связано это с тем, что либо отель стоит не у моря, либо программа настолько насыщенная, что они просто не успевают попасть на пляж. Они все гости готовы купаться вечером, как делают это местные жители. Поэтому здесь тоже нужно их предупреждать. Если гости хотят однозначно отдохнуть на море, то лучше предложить им варианты, когда они дополнительно докупают пару дней для того, чтобы отдохнуть на море. Но они должны понимать, что в программе, скорее всего, отдохнуть на море у них не получится. За редким исключением того, где отель будет возле моря стоять, или туристы достаточно активно, что они там встают в 5 утра и бегут на море. Да, но это факультативно. Мы это не гарантируем. Дальше. Мы, как я уже говорила, можем расселять группу в разных отелях. И очень важно, если едет какая-то компания, едет какая-то семья, то мы, конечно, стараемся селить вместе, но об этом нужно тоже заранее сказать. Не рассчитывая, что мы сами догадаемся, что вот эти гости должны как-то жить вместе. И плюс еще такой момент, мы не гарантируем места в автобусе. Мы стараемся удовлетворить все просьбы гостей уже на месте, но заранее места в автобусе мы тоже не продаем. Об этом туристов нужно предупреждать, что это вот так. Получится что-то для них сделать, мы, безусловно, сделаем, если такая возможность объективная будет. Не получается, тогда гости готовы, что этого не будет. Питание не шведка. Бывают случаи, но обязательно, пожалуйста, их предупреждайте, что это не шведская линия. Так, и, конечно же, гости, которые путешествуют в одиночку, и они тоже в возрасте, пожалуйста, предупреждайте, чтобы они понимали, что не везде есть лифты. И если мы размещаем в трех-четырехэтажной гостинице, лифта может не быть. А гости порой привозят такие очень тяжелые чемоданы. И это не 4-5 звезд гостиницы, где гостям помогают принести их чемоданы. Мы, конечно же, по мере возможности решаем, но давайте рассчитывать на то, что гости все-таки должны самостоятельно свои какие-то вопросы решать. И, конечно же, сложно гостям 80 лет, 75, путешествовать вот прям в одиночку. И если еще и чемодан будет очень тяжелый, ну, это совсем сложно. Так, и еще один момент. Это, конечно же, то, что мы должны, все-таки туристы имели или фотокопию, или копию полиса ОМС. Как ни крути, все равно бывают какие-то накладки. Конечно же, все у нас здесь есть, и медицинская помощь, и больницы, и все остальное. Но полис ОМС лучше туристу иметь с собой. Это тоже немножко обезопасит и сделает наши с вами вопросы более решабельны. Так, ну, это то, что касается экскурсионных туров Крымская Кургосветка. Если у вас есть вопросы по ним, пишите в чат. Я сейчас постараюсь ответить, потому что я что-то уже подрадержалась. И, конечно же, анонсирую акцию о том, что сейчас запущена акция по турам Крымская Кругосветка. Действовать она будет до 28 февраля 2021 года. В чем суть акции? В том, что цены сейчас будут отличаться от тех цен, которые будут с 1 марта. То есть они в процентах где-то на 10 ниже сейчас. И купить их можно вот по этой цене. По условиям оплаты, напоминаю, 20% необходимо оплатить сразу в течение 5 суток после выставления счета. Остальные можно сделать, остальную оплату можно произвести в течение 14 дней, за 14 дней до начала заезда. Поэтому, безусловно, цена очень выгодная. Всего лишь 20% предоплаты. Гости должны чувствовать себя комфортно и безопасно, что это не какой-то глобальный риск полной суммы. Поэтому такая вот прекрасная акция. Ну и самое важное, о чем я сегодня хочу вам сказать, это то, что базовая комиссия на наши туры 10%. И для тех туристических компаний, которые готовы с нами сотрудничать, у кого есть с нами договор, безусловно, это важный момент такой априори, то получить 15% вы можете при размещении наших туров «Крымская кругосветка» к вам на сайт. Вам нужно заключить договор, разместить туры. Вы можете использовать наш сервис iFrame, который вы найдете в личном кабинете в разделе для вашего сайта. Сделать это можно буквально за 2 минуты. И далее выслать нам информацию, ссылку на то, что у вас есть договор, написать ваше юридическое лицо ИНМ и о том, что вы разместили туру ссылочкой на ваш сайт. Мы это проверяем, и если это так, то мы присваиваем вам повышенную комиссию 15% на «Крымскую кругосветку». Собственно, практически ничего не надо делать. Помните, пожалуйста, для тех, кто размещал наши программы о том, что есть изменения в наших программах и нужно их внести на ваш сайт, если у вас установлен iFrame, то эти изменения автоматически подтягиваются ночью после изменения на нашем сайте. Поэтому вам тогда делать ничего не нужно. Так, и теперь скажу про групповые программы. Мы сейчас с вами говорили больше про сборники. Вот на экране вы видите, как найти групповые программы. У нас есть и для детей. Ну, для детей они у нас сейчас как бы, да, условно, потому что мы понимаем, что в ближайшие, наверное, полгода продаж детских туров, ну, мы, по крайней мере, не производим. Это очень сложно, это определенное законодательство, поэтому мы предлагаем только групповые взрослые программы. Они есть у нас на сайте. В том числе есть у нас программы для взыскательных клиентов. Глобально, честно вам скажу, что сами достопримечательности маршрута не отличаются от тех, где мы предлагаем экономичные туры. Во-первых, связано это с размещением, то есть это стоимость размещения влияет. Ну, и если вы хотите эксклюзива, тогда, конечно же, там вертолеты, какие-то яхты, это тоже, безусловно, у нас есть. То есть, фактически, это наполнение тура, транспорт хороший, дорогой транспорт с определенным цветом салона, определенной маркой автомобиля. Это тоже мы делаем, конечно же. Так, тут вот пошли вопросы. Для взыскательных туристов есть. И что еще для взыскательных туристов? У нас на сайте сейчас в процессе обновления идет индивидуальные экскурсионки, где мы рассчитываем и будем стараться вам давать цену за как раз такую индивидуальную программу с определенным транспортом, с определенным, скажем так, сопровождением. То есть, это там от двух до пяти человек. Фактически, вы можете просто на это ориентироваться. Ну, редко когда получается, что такая программа состоится именно в таком формате. Гости, как правило, хотят что-то заменить, что-то добавить, там, поменять транспорт на какую-то конкретную марку модели. Это можно все сделать. Но, по крайней мере, у вас будет на что ориентироваться. Поэтому, взыскательные туристы, мы тоже делаем экскурсии. И, говоря про взыскательных, все хотят эксклюзива. Многие хотят заводы, такие мини-заводы винные, какие-то специальные закрытые, скажем так, дегустации. Я чуть-чуть попозже про это расскажу. Поэтому, конечно же, для таких взыскательных туристов мы тоже делаем. Поиск пары в тура, к сожалению, нет, но у нас туры продаются от одного человека. И мы продаем, можно взять одноместное размещение, это будет несколько дороже, но вы можете взять место в номере. Дальше мы уже подселяем вам кого-то. То есть, если вы говорите про поиск пары такой, то да. Ну, или можете себе кого-нибудь найти. В туре у нас такие ситуации тоже бывают. Поэтому поиск пары можно осуществлять. Так, да, индивидуальные туры мы делаем. Вот Лена помогает мне отвечать. Для взыскательных клиентов крымская кругосветка не подходит, потому что это определенный уровень размещения и комфорта. И взыскательным туристам это не подойдет. Количество человек в группах разное, потому что зависит от сезона. Ну, минимально мы возим мини-вэн 7 человек. Ну, там 5-7 человек, сколько помещается. Вот, а так вообще большие автобусы, если они проходят по маршруту, ну, вот, наверное, 45-50 человек можно. Но опять же зависит от того, какая загрузка. И порой мы даже ставим 2 автобуса по 30, потому что это выгоднее в плане логистики, чем один большой автобус. Да, тесты нужны обязательно всем. Нет, для того, чтобы разместить на сайте, вам нужно заключить договор. На нашем сайте вы проходите процедуру регистрации, оставляете все ваши данные, высылаете нам скан договора на этот год или на следующий. И дальше вы в личном кабинете, после регистрации у вас появляется доступ в личный кабинет. Вы скачиваете тот код экспорта, который вам необходим, например, на Крымскую кругосветку. Устанавливаете себе на сайт, и дальше высылаете нам письмо. Мы, там, допустим, такая-то компания, такая-то, ИП Ромашкин, номер индивидуальный, да, там, такой-то, если у вас, установили туры Крымской кругосветки. Просим предоставить повышенную комиссию ссылка на ту страницу сайта, где у вас установлены туры. Мы проверяем, смотрим, есть ли договор с нами, да, потому что это важное условие, смотрим, размещены ли действительно ваши туры, и дальше присылаем вам комиссию, высылаем вам письмо, что у вас повышенная комиссия. Подселение в турах нежелательно, вы можете выбрать одноместное размещение. Такая опция у нас есть. Да, я забыла уточнить, что для гостей 60+, есть специальные условия скидка 5%. Так, ну что, едем дальше, потому что я уже немножечко задержалась. По экскурсионным групповым программам, надеюсь, что не будет каких-то вопросов. Контакты нашего экскурсионного отдела, безусловно, будет. Немножечко вдохновения хочу внести в нашу жизнь. То есть, чем удивляют наших гостей, опять же, это тоже может быть и для взыскательных клиентов. Безусловно, Крым, особенно в эпоху развития Инстаграм, гости в путешествия хотят, конечно, несколько посмотреть, сколько сделать фотографии, поэтому, конечно же, Крым здесь предоставляет широту выбора. Это и лавандовые поля, которые очень популярны, и которые сейчас возрождаются. Фермеры начинают выращивать лаванду, шалфей. Это очень красивые, вот на картинке вы видите поля, есть даже фестиваль под Алуштой про лавандовые поля. Лавандовый фестиваль, там все из лаванды, венки, мыло, еда, даже сыр в Крыму делают из лаванды, и чай делают. Ну, это очень такой специфический, скажем, продукт, но, чем не менее, это наша медная. Конечно же, очень красивое зрелище это фестиваль воздушных шарок у Белогорска, проходит он в 20-х числах сентября. Это вот фотография этого года. На раннем, рано утром, скажем так, запускают шары. Честно сказать, их там периодически запускают в течение всего года, но это буквально один-два шара. А это множество, и это все в одно время. И, конечно, блогеры, вот если вы посмотрите на картинку, вот там наверху, это все стоят люди. Они такие очень мелкие, но фактически это те, кто приехал посмотреть, сфотографировать, и даже привозят туда какие-то надувные матрасы с постелями для того, чтобы сделать удачную фотографию. Поэтому Крым как раз вот в области красивых фото и красивых кадров как нельзя лучше подходит. Практически такая Каппадокия получается. Конечно же, это все виды водного развлечения. Сейчас в Крыму они доступны. Это аренда очень красивых, больших яхт, и маломерных судов, лодок и катеров, которые достаточно экономичны по цене. Различные виды водных развлечений. Это и сапсерфинг, это и виндсерфинг, это волшебный кайтсерфинг. Это уже, конечно, специфично достаточно, но для тех туристов, которые хотят попробовать, конечно, мы можем все это организовать. Как я уже говорила, гастрономическая часть, гастрономическая составляющая очень интересная в Крыму. Она развивается, и вот для взыскательных туристов, да и просто для всех туристов, конечно, могут быть очень интересные вечера. Вот у нас есть такой завод Эссе, может, вы слышали, продукция уже есть в материковых магазинах. Они делают классные мероприятия, вечеринки, вечера с дегустациями на своих виноградниках, на закатах. Ну, это очень красиво. То есть, они очень удачно подобрали локацию. Это такие деревянные небольшие постройки, так, чтобы сохранить аутентичность. Вот виноградники, вот вино, которое производят. Виноделы рассказывают все эти нюансы про вино, как происходит, как выращивают виноград, не передержать, не задержать, какие вина, в чем нюансы. И вы становитесь таким вот прям увлеченным человеком, который не просто пьет и оценивает вкусно, невкусно, вы уже становитесь специалистом. Поэтому, конечно, очень крутые мероприятия можно делать. Ну, и, конечно, для взыскательных туристов можно делать индивидуальные экскурсии. Так, большая севастопольская тропа и Аферата, которая в Крыму есть, для активных, для любителей активно развлекаться. Севастопольская тропа, это практически 250 километров, километрах, которая промаркирована. Это тем, кто хочет ходить пешком. И мы можем индивидуально тоже сделать сопровождение с опытным инструктором. И Аферата, это куски трасс разной сложности, которые оборудованы. Вы видите, кусок такой, да, металлического троса. Вот на определенных участках скалы и гор натягиваются такие участки. Гостям выдается полностью оборудование. Это вязки, шлемы и определенная защита. Проводится инструктаж. И на легких участках трассы такое возможно тоже для детей. От пяти лет принимаются детей, поэтому если хочется чего-то такого, то можно вот как раз для гостей предлагать такора. Ну, и я перехожу уже к тому, к той теме, о которой будет говорить Станислав. Это парк живой истории Федюхины высоты. Вот фотография как раз с реконструкцией, да. Если вы так не будете сильно вглядываться, то вы можете прям почувствовать, вот не знаю, какие это войска, Станислав, наверное, расскажет, наши или французские, но фактически вот так вот и выглядело, так я себе представляю, выглядела Крымская война, вот так вот стреляли, такие были окопы, укрепления. И, конечно, вы, окунаясь в этом парке, вы прям можете прочувствовать, как это было больше, чем 150 лет назад, 170 лет назад. Вот, поэтому... Ага, вот Ольга мне подсказывает. Поэтому вот по моей части все. Я с вами сегодня еще в конце обязательно встречусь. И я передаю слово Стасу Нагорному, директору парка живой истории Федюхины высоты. Станислав. Здравствуйте, дорогие коллеги. Надеюсь, меня хорошо слышно. Если нет, пишите в чат, что-нибудь сделаем. Значит, я приветствую вас из города-героя Севастополя. Меня зовут Нагорный Станислав. Я являюсь генеральным директором парка живой истории Федюхины высоты. Я хочу вначале передать благодарность туристической компании Кандагар за возможность обратиться к вам. Мы очень новый объект туристический. И компания Кандагар это наш партнер, который будет организовывать нам туристический поток. Я расскажу вам об новом якорном объекте Севастополя, который, я не сомневаюсь, в ближайшие годы займет свое место вместе с Херсонесом, с панорамой обороны Севастополя в качестве самого известного туристического объекта города Севастополя. Я буду говорить. Вы можете писать текстовые сообщения. Вам ответит наш пиар-директор. Плюс Елена Романова, которая и организовала нашу встречу. Она пришлет вам презентации с описанием нашего парка и теми услугами, которые мы оказываем. Итак, парк живой истории Федюхины высоты. Это проект, который реализовывался с 2014 года. То есть мы строили его шесть лет. И следующий сезон, это будет первый туристический сезон, когда мы будем работать. Мы открылись 8 сентября этого года. Вот. И пока работаем в тестовом режиме. Значит, как я уже сказал, что это парк прежде всего. То есть это большая очень территория. У нас 129 гектаров, приведенной в порядок земли, оборудованным тропинками, скамейками, объектами инфраструктуры, удобным подъездом, парковкой. И в этом парке находятся три музейных комплекса, посвященные различным периодам истории Севастополя. Севастополь был назван нашим президентом патриотической столицей России. Но кроме патриотики, кроме того, что это патриотическая столица России, несомненно, Севастополь является одной из исторических столиц России. Потому что в этом месте переплелись все эпохи, начиная с Древнего Рима и заканчивая Великой Отечественной войной. То есть фактически все пласты последних двух с половиной тысячелетий историй есть у нас. Именно этому посвящен наш парк. В нашем парке есть три музейных комплекса, соответственно, посвященные периодам в истории Севастополя. Музейный комплекс Античность, музейный комплекс Средневековья и музейный комплекс, посвященный первой обороне Севастополя. То есть Крымской войне, Нахимов, Корнилов, многие могли об этом слышать. Сразу же остановлюсь. Вот я сказал про три музея. Все экскурсии, которые продавались до этого в Севастополь, они в любом случае включали музейное хозяйство нашего города. Я сразу должен вам сказать, в чем именно состоит фишка нашего парка, в чем состоит фишка наших музейных комплексов. Традиционно, приходя в музей, в музейный комплекс, вы видите какие-то артефакты прошлого, постройки и какие-то вещи, которые находятся в том состоянии, в котором они дожили до наших времен. То есть вы приходите, например, в древний греческий город Херсонес и видите там фундаменты домов. Самих домов нет, но остались фундаменты. Вы видите историю глазами наших современников. Вы видите историю, например, третьего века до нашей эры из 21 века. Фишка нашего, наших музейных комплексов в том, что мы показываем историю глазами современников. Мы не покажем подлинных артефактов. Они у нас есть, но их мало. Мы покажем вам воссозданные по историческим данным. Я сам профессиональный историк и за этим следил. Покажем прямо кусочки той жизни, той истории в том виде, в котором видели сами современники. То есть если вы увидите, например, вот у нас площадка античность, в ней находится римский военный форт. Происходят бои гладиаторов. Вы увидите не артефакты, дошедшие до наших времен, а вы увидите воссозданные по археологическим данным форт в размере один к одному с использованием тех самых материалов, технологий. Вы увидите все так же, как видели современники, например, посещавшие Крым в первом веке нашей эры. Потому что Севастополь, это тогда он назывался Херсонес-Таврический, это единственная территория на всем пространстве Российской Федерации, которая входила в состав Римской Империи. У нас стояли римские гарнизоны, и это была часть Рима. Значит, то же самое и с остальными площадками. Площадка Средневековья посвящена генуэзскому владычеству в Крыму. Мало кто знает, что примерно то же самое время, когда Крым принадлежит России, такой же исторический отрезок, во время Средневековья Крым принадлежал Генуэзской Республике, то есть Средневековой Италии. И вот все вот это, Средневековые города, рыцари в латах, вот весь этот уклад Средневековой Европы, он был на территории России, он был в Крыму. Но если в других городах, например, вы увидите лишь остатки крепостей, как, например, в Феодосии, в Балаклаве, в Судаке, то у нас вы увидите средневековый итальянский городок, воссозданный по материалам археологических раскопок. Очень большая, долгая и дорогая была работа, но у нас вроде все получилось. Опять же, если мы возьмем наиболее известный период из истории Севастополя, благодаря чему Севастополь прогремел на весь мир, это первая оборона Севастополя или Крымская война, когда весь тогдашний цивилизованный Запад явился сюда, под Севастополь, чтобы указать России ее место. Но получилось у них плохо. Так вот, вы увидите в течение экскурсии, которая длится 50 минут, вы увидите вот эту войну глазами ее участников. Вы буквально побываете на бастионах, которые обороняли Севастополь, защитники Севастополя, и о которых писал Толстой. Вы увидите позиции союзников, о которых опять же писали западные авторы. Вы побываете в лагерях, вы зайдете в блиндажи, вы сфотографируетесь рядом с пушками, которые не просто являются какими-то ржавыми отдельными экспонатами в музее. Нет, вы увидите так, как оно все выглядело в то время. Наш парк, он является уникальным. Это очень большой проект, и для того, чтобы просто вам даже лучше понять его объем, у нас территория 129 гектаров, каждый исторический объект у нас расположен таким образом, что он позволяет полностью герметично погрузиться в историю и не видеть в этот момент никаких современных сооружений и построек. В нашем парке, в нашей фирме работает 47 человек. То есть, у нас есть аниматоры, у нас есть собственные экскурсоводы, все это поддерживается в хорошем состоянии. Наш парк предлагает довольно солидную экскурсионную программу, различные экскурсии по протяженности, по, опять же, о чем было уже сказано Еленой, то есть, различные физические кондиции нужны. Опять же, наш парк очень удобно расположен. Он расположен на въезде в Севастополь между Балаклавой и Инкерманом. То есть, в данном случае, ваши клиенты не будут терять время на стояние в севастопольских пробках. Мне туроператоры говорили, жаловались на то, что для того, чтобы, например, увидеть те же самые эпохи, то есть, поехать в панораму обороны Севастополя, поехать, например, в Херсонес, люди тратят до двух часов в летнее время в автобусах, чтобы это все увидеть. У нас можно это время не тратить, а вместо этого погулять по парку, например, отдохнуть у нас в тени деревьев. Можно, у нас есть ресторан, который будет открыть к следующему сезону. То есть, это очень молодой, но очень перспективный туристический объект. Кроме того, в нашем объекте происходят в большом количестве событийные мероприятия. То есть, есть маленькие событийные мероприятия, например, три раза в день у нас происходят бои гладиаторов. У нас есть собственная труппа, собственная школа гладиаторов, аналогов которой нет во всей России, потому что ребята бьются на железном оружии. У них очень хорошая программа, яркая. И что самое главное, что это не просто шоу для людей, которые не разбираются в истории. Воссоздание нашей школы гладиаторов происходило с использованием научных источников и специалистов, которые разбираются в эпохе. То есть, в данном случае вы погрузитесь в историю, а не только посмотрите на шоу. У нас проходят различные маленькие события, вроде там полуденного выстрела из настоящей пушки, от которой слышно очень далеко. У нас проводятся исторические трапезы в генуэзской деревне. Наш парк является уже несколько лет площадкой для проведения больших событийных мероприятий. Например, у нас проходит крупнейший на юге России и один из крупнейших вообще во всей России фестиваля исторических, Крымский военно-исторический фестиваль. Он проходит в сентябре, вторые выходные сентября ежегодно и собирает огромное количество участников. Одних исторических реконструкторов всех эпох приезжает туда до тысячи человек. Наш фестиваль посвящен истории Крыма, то есть это тоже местный определенный специалитет. Вот. Значит, кроме транспортной доступности, какой еще плюс в наше нелегкое ковидное время представляет наш парк для посетителей? Прежде всего, у нас большие просторы, то есть мы можем обеспечить изоляцию и групп, и отдельных посетителей, и сделать все вполне в рамках требований, которые предъявляют к нам контролирующие органы, благодаря тому, что у нас огромное пространство, что у нас вот эти музейные комплексы, они занимают по несколько гектаров. Вот. У нас не тесно, в отличие от других севастопольских музеев, которые строились в 60-х, 70-х годах прошлого века, и у которых вот это вот, скажем так, сопло очень узкое, где очень маленькая проходимость, приходится стоять в очередях, толпиться, у нас все делалось с большим размахом. Например, площадка первой обороны Севастополя, на ней одновременно может находиться четыре туристические группы по 15 человек, и они не мешают друг другу, не мешают слушать экскурсоводов, смотреть, фотографироваться. Вот. Таким образом, мы можем пропустить довольно большой туристический поток, сделать это максимально комфортно, у нас хорошая стоянка, хорошие подъезды, единственное но, которое надо, опять же, которое вытекает из всего сказанного до этого, что, конечно, наш парк, он требует определенного, определенной возможности для туристов в пешей ходьбе. В среднем, чтобы сделать обзорную экскурсию по парку, надо пройти два километра. Для того, чтобы пройти экскурсию по одной площадке, надо пройти в среднем километр. для маломобильных граждан, недостаток, для других же людей, которые могут и любят ходить, это, наоборот, достоинство, потому что у нас удобные дорожки, у нас очень хорошие пейзажи, не зараженные фабричным, антропогенным фактором, не испорченные, от нас отлично видно первую гряду крымских гор, у нас просто очень хорошая атмосфера, птицы, трава, деревья, и среди этого вот находятся исторические объекты. Вот, что еще могу добавить? Говорить можно действительно много, у нас есть целый ряд, у нас есть целый ряд интересных предложений для детей, для групп, в которые входят дети, у нас есть определенные аттракционы на территории парка, но опять же, эти аттракционы, они имеют определенную историческую составляющую, например, у нас есть очень роскошный исторический тир, где можно выстрелить из любого образца оружия примерно до середины 19 века, начиная от древнегреческого или скифского лука, генуэзского арбалета, янычарского лука или самострела, заканчивая пороховым оружием 19 века. То есть, мы очень будем рады сотрудничеству, мы всех приглашаем к нам в парк, значит, у нас есть как групповые туры, так и индивидуальные программы, задавайте вопросы в чате, задавайте вопросы Елене Романовой, она вышлет нашу презентацию с предложениями нашего парка, мы входим в следующий сезон с определенной гордостью за сделанную за 6 лет работу и мы уверены, что наш парк не разочарует ни вас, ни ваших уважаемых клиентов. Большое спасибо за внимание. Станислав, спасибо вам большое. Мне всегда очень интересно вас слушать и я уверена, что наши агенты и туршинские компании тоже вдохновились и получили важную информацию о новом объекте туристическом. Ну что, друзья, мы немножечко затянули, прошу прощения, моя вина. Какие вопросы у вас еще остались? Пишите, пожалуйста, в чат, какие вопросы остались. Я еще раз вам напоминаю о том, чтобы получить повышенную комиссию 15% на экскурсионную линейку Крымская Кругосветка вам нужно заключить договор и разместить туры на сайте. Вы можете использовать сервис iFrame для этого, выслать нам письмо, где вы напишите, как называется ваша компания, юридическое название, и ссылочку на размещение сайта. На экране вы видите контакты наших специалистов из экскурсионного отдела. Елена Козека, она занимается расчетом групповых туров. И Антон Ступницкий, это специалист, который ведет направление Крымская Кругосветка, как раз ему можете высылать информацию по повышенной комиссии, где вы разместили ваши программы. Ну и все другие вопросы, которые касаются экскурсионного обслуживания в Крыму, можете смело им задавать, они прекрасные специалисты. Меня зовут Романова Елена, напоминаю, тем, кто не присоединился с нами позже. Если у вас есть какие-то вопросы ко мне, пожалуйста, пишите в чат, я сейчас еще чуть побуду, будем отвечать. Я вас благодарю за то, что вы нашли время послушать информацию про экскурсионные туры Крымской Кругосветки. Я надеюсь, что эта информация вам поможет в продажах, вы сможете заработать на нашем туристическом продукте. Я вам желаю огромного богатырского здоровья, хорошего смотря ни на что и сохранять самое лучшее такое состояние с надеждой на то, что все будет хорошо, туризм рано или поздно будет восстанавливаться и, конечно же, непростые времена у нас с вами сейчас, но, тем не менее, туризм редко когда бывал в каком-то некризисном положении, поэтому сейчас весь мир находится в этой пандемии. Будьте здоровы, берегите себя, если какие-то вопросы, пишите. Спасибо вам. Спасибо.